Закон об опеке и попечительстве. Необходимость в оказании опеки над человеком, может возникнуть в разных ситуациях. Независимо от причины, все подобные прецеденты регулируются законодательством РФ. Основной документы, определяющий данные взаимоотношения в правовом поле, закон об опеке и попечительстве. Правовое регулирование, общие понятия, права и обязанности сторон, а также другие нюансы приведены в 48 ФЗ об опеке. Первая редакция документа была утверждена в 2008 году. В связи с изменениями и развитием системы опекунства, закон регулярно обновляется и дополняется новыми пунктами. В частности, последняя поправка была внесена в 2018 году. Дополнительная информация, данные об актуальных изменениях, а также новая действующая версия закона присутствуют на официальном сайте Госдумы. Участие в установлении и осуществлении и завершении действия опеки регулирует, также и Семейный кодекс. При этом, нормы, содержащиеся в этом или других законах не должны противоречить основному ФЗ номер 48. Опека и попечительство. Информация излагается в восьмыми главах, состоящих и 32 статей. Каждая глава ФЗ об опеке регулирует определенную сторону вопроса. Проясняет общие моменты, понятия, определяет задачи и полномочия опекунов и попечителей. Указывает правовой статус таких людей и особенности их назначения. Рассматривает имущественные вопросы. Определяет ответственность у полномоченных лиц. О порядке аннуляции опеки. О видах и способах государственной поддержки. О порядке вступления закона в силу. Контроль над осуществлением функций. Выполняют исполнительные органы. Право определять структуры этих органов имеет высшее должностное лицо определенной территории РФ. Задачи и принципы государственного регулирования. Исполнительные органы, занимающиеся вопросами выполнения норм закона об опеке, имеют определенные цели. В чем заключаются эти задачи? Своевременно выявить людей, которым требуется такая помощь. Определить их в семью, орган опеки или. Обеспечить защиту другими способами. Защищать правы и интересы подопечных. Обеспечить достойные условия для их проживания. Проконтролировать. Как исполняются возложенные полномочия опекунами и соответствующими органами. Предоставить государственную поддержку всем физическим. И юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность. Для осуществления перечисленных задач, государственные структуры придерживаются таких принципов. Добровольное принятие на себя обязанности. А также, свободный отказ от нее. Контролирование деятельности субъектов опеки. Следование интересами подопечной стороны. Задачи органов опеки. Право и обязанности сторон. Разобраться в том, как распределяются права и обязанности каждой из страны, можно на примере детской опеки. Главными обязанностями органов, согласно закону об опеке и попечительстве являются. Придерживаться регламента закона, во время осуществления. Любых действий, при необходимости предоставлять временное или постоянное проживание, а также оказывать помощь медицинского и психологического. Характера. Учитывать, что приоритетом является защита прав и благополучия опекаемых детей. Контролировать условия и уровень жизни. Обеих сторон. Оказывать заботу о физическом состоянии детей, проводить своевременные обследования, предоставлять лечение. Учитывать. Мнение ребенка, которому уже исполнилось 14 лет. При необходимости защищать интересы в суде, выступая официальным представителем. Получать и распределять в интересах подопечного полагающиеся ему денежные средства. Распоряжаться крупным имуществом ребенка, недвижимость и т. Д. Соблюдая его интересы. Важно. Орган опеки имеет право обозначить ряд действия, которые не могут совершаться опекуном по отношению к ребенку. Такая мера предусмотрена для обеспечения интересов ребенка, связанных с его индивидуальными особенностями. В частности, речь может идти о запрете менять место жительства. Вероятно назначение особых условий для обучения или воспитания. Ответственности права человека, являющегося опекуном ребенка, такие же, как и у родных родителей. Особенность ситуации в том, что соблюдение и регулирование данных показателей постоянно осуществляется уполномоченными органами. Право и обязанности сторон фиксируются в договоре, подписанном согласно СТ. 16 закона. Заявление на опекунство, правовой статус и ответственность опекунов и поручителей. Настоящий закон устанавливает правила для определения лиц, способных выполнять функции опекунов. Такой статус может быть присвоен лицам старше 18 лет. При этом они должны быть дееспособны. Причиной отказа органов опеки, кроме несоблюдения предыдущих условий, могут стать такие. Наркотическая или алкогольная зависимость. Претендента. Ограничения в исполнении родительских прав. Отстранение от подобных обязанностей в прошлом, на основании вины соискателя. Физические или иные ограничения, мешающие выполнять функцию опеки, со всеми предусмотренными обязанностями. Важно! Действует специальное постановление, номер 542, в котором приведен полный список заболеваний, препятствующих выполнению полноценной опеки. Наиболее распространенный принцип назначения опекуна – наличие родственных связей между ним и опекаемым лицом. В случае отсутствия таковых, может быть назначен другой человек. При этом важно обоюдное согласие сторон. Отсутствие родственникам или других лид, желающих выполнять функции попечения, такая задача возлагается на соответствующие государственные органы. Соглашаясь на данную роль, человек одновременно принимает на себя ответственность за подопечного, которая выражается следующим образом. Забота, содержание, уход. Обеспечение своевременной медицинской помощи. Предоставление доступа к образованию. Защита прав и интересов. Представлять интересы подопечного во время заключения любых сделок. Таким образом, попечитель является представителем своего подопечного в любых мероприятиях. Такие функции он выполняет до достижения ребенком совершеннолетия или до признания человека дееспособным. Беря на себя такую ответственность, человек должен осознавать, что любое действие или отсутствие такового, повлекшее нарушение прав. И интересов ребенка, может караться административными или уголовными мерами. В любом случае, такое соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке. Для этого необходимо уведомить государственные органы о своем решении прекратить опеку. Перед тем, как снять с себя полномочия, следует пройти предусмотренные законом процедуры. Имущественные права. Данный вопрос находится под регулированием Гражданского кодекса. Главное правило, на которое должны ориентироваться опекуны, после обретения дееспособности, ребенок не должен оказаться в худшем. Материальном положении, чем было до этого. С этой целью, государство оказывает регулирование имущественных отношений между сторонами. В частности, представитель не может самовольно продавать, менять, дарить или совершать любые другие сделки по отчуждению недвижимости. Имущество, принадлежащего ребенку. Также такие операции не могут производить другие его родственники. Если такая сделка обоснована и приведет к улучшению уровня жизни малыша, то она должна быть согласована с исполнительными органами. Материальные средства, имеющиеся у ребенка или выплачиваемые ему пенсия, пособия, наследство, алименты, могут расходоваться опекуном. На содержание, воспитание, обучение и другие нужды подопечного. Принимая на себя такую ответственность, попечитель должен понимать, что его действия контролируются органами опеки. Любое нецелевое расходование денег непременно приведет к ответственности. Надзор за деятельностью представителей, выполнение всех предписаний, обязанностей и функций, связанных с опекой, контролируется специальными государственными органами. Независимо от того, является ли представитель физическим лицом или это организация, регулирование их деятельности осуществляется. ФС по надзору в сфере образования и науки. Органы местного самоуправления. Важно, при выполнении этой миссии, эти организации основываются на таких нормативных документах, Конституция РФ, ГБК, Семейный кодекс. Функции органов контроля, выполняются по определенному алгоритму, в сроке, указанной законом. К примеру, представители надзора должны регулярно проверять условия жизни подопечного, соблюдаются ли его интересы, состояние его имущества. Также контролируется расход средств, предоставляемых ребенку государством или из других источников. Также контролирующие органы должны вовремя реагировать на информацию, касающуюся угрозы жизни или здоровья подопечного, ущемления его прав и интересов. Такая информация может поступать от других родственников, соседей, школьных учителей и т. д. Важно, обратиться в орган контроля может и сам подопечный. Таким образом он может обжаловать действия или их отсутствие своих опекунов. Образец отчета. Профилактической мерой, способствующей своевременному реагированию на проблемные ситуации, является отчет опекуна. Этот документ составляется лично, передается в проверяющую организацию по месту жительства и прикрепляется к индивидуальному делу ребенка. В документе должна содержаться информация о состоянии месте хранения имущества, сведения о расходовании средств. К отчету прикрепляются доказательства, в виде чеков, квитанций и других платежных документов. Прекращение опеки. Согласно законодательству, основанием для такого события могут быть такие причины. Наступление совершеннолетия, или иного события, свидетельствующего об окончании опеки. Смерть одной из сторон. Завершение срока действия акта, согласно которому производится опека. Отстранение или освобождение человека от функций, при переходе обязанностей другому лицу. По просьбе одной из сторон. По инициативе. Органа опеки, связи с противоречиями интересов сторон. Также опека прекращается после достижения подопечным возраста 14 лет. При этом, опекун автоматически принимает статус попечителя. Отличие между этими двумя понятиями в мире прав и возможностей опекаемой стороны. С наступлением 14 лет, ребенок приобретает больше возможностей, в вопросах реализации своих прав. Отчет опекуна. Принудительно отстранить от обязательств органы опеки могут по таким причинам. Не надлежащее выполнение своих обязательств. Намеренное нарушение интересов подопечного, а также бездействие, ставшее причиной возникновения проблем. Факт грубого нарушения. Прав, в том числе и финансового или имущественного характера. Последний пункт может стать основанием для применения законных мер в адрес человека. После прекращения факта опеки, независимо от причин, в орган контроля предоставляется отчет. На основании документа, могут быть приняты решения об ответственности опекуна. В случае отсутствия проблем, договор просто прекращает действие. Настоящий федеральный закон является основным регулятором взаимоотношений сторон опеки, а также государства. Главная его задача – защита интересов и прав опекаемого. Правительство периодически пересматривает те или иные пункты закона, вводя дополнительные нормы или видоизменяя имеющиеся.